Жена военнослужащего Анастасия Буденко рассказывает, семья это то, что прежде всего защищает каждый герой. Чтобы на фронте все задачи выполнялись, необходимо поддерживать своих мужей военных. Трудно делать это на расстоянии, говорит девушка, но благодаря таким проектам, как жены героев, они точно будут знать, что дома все в порядке. Мужу позвонил его товарищ и предложил, чтобы я сходила на фотосессию. Я, естественно, сразу же согласилась, потому что это очень большая возможность поучаствовать в таком великом проекте и посмотреть на другие фотографии, прочувствовать это все на себе. А для тех, кто сейчас защищает нас, так скажем, для них, мне кажется, это будет очень важно и приятно. Участницы фото-выставки это жены военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Экспозиция состоит из 50 снимков, на них девушки облачились в кителе своих мужей. Автор выставки Екатерина Колотовкина рассказывает, когда муж уезжает в командировку, его китель остается в шкафу, и порой хочется его накинуть, чтобы стать ближе к родному человеку. Открытие фото-выставки состоялось на площади Славы в преддверии памятной даты, дня окончания Второй мировой войны. Я хочу искренне поблагодарить всех организаторов, что в этот час проходит выставка, которая еще раз говорит о том, как же важно хранить верность, хранить уверенность в том, что победа будет за нами. Проект создан силами женского совета Второй гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. Когда возникла эта идея, я поняла, что обязательно нужно воплотить их женами военнослужащих, потому что в тот момент они чувствовали то же самое, что и я. У всех мужья были в зоне боевых действий, которые сейчас находятся, и тем самым я хотела сплотить нас. Я думаю, у меня это получилось, девушки сразу откликнулись, мы продолжали снимать около полугода, и получились такие замечательные, великолепные фотографии с глубоким смыслом. Как отметил автор снимков Олег Ракшин, несмотря на то, что образы девушек в чем-то схожи, главное отличие этих снимков от обычной фотосессии заключается в глазах моделей. Мне, допустим, как фотографу было интересно показать эмоции наших героин через глаза, через то, что называется зеркалом души, потому что они приходили, они, конечно, улыбались, они пытались себя эмоционально настроить, но глаза не обманешь. Я вижу, что в глазах у них такая серьезная тяжелая тоска, переживания по своих самых близких. После открытия выставки ее автор также анонсировал онлайн-проект. Экспозиция в таком формате призвана объединить жен военнослужащих со всех уголков страны. Проект хотят запустить уже после 16 сентября. Михаил Гермоленко, Николай Епифанов. События.